В этом пространстве будет ездить медик. От водителя он отгораживается непроницаемым экраном, который плотно закреплен. Также здесь у медика имеются средства индивидуальной защиты, которые предназначены именно для медика. То есть у водителя имеется точно такой же комплект, который находится в его пространстве. Ну а после каждой смены такси будет проходить обработку дезинфицирующими средствами. Правда, среди пассажиров больных коронавирусом, скорее всего, не будет. В автомобилях планируется доставлять пациентам, фельдшеров, неотложки и участковых врачей. Конечно, количество на машин нам надо увеличивать, потому что быстро обслужить вызова серьезные невозможно. Потому что больным надо увеличить достаточно внимания, может быть вызвать скорую, записать на КТ и в общем все эти трудности. Вызовов в последнее время идет наплыв, все температуры, все очень серьезные пациенты. Также на специальных такси будут передвигаться и медсестры, которые берут у пациентов анализы ПЦР на дому. Все перевозки будут оформляться через диспетчерские службы городских поликлиник. В Челябинске планируется задействовать 19 машин сервиса «Яндекс.Такси». Всего же мы планируем выпустить на линию 31 автомобиль, который будет работать в городе Челябинске и в городе Магнитогорске. Эти автомобили уже распределены приказом Министерства здравоохранения Челябинской области в зависимости от объема вызовов неотложной помощи, которая у нас переведена на круглосуточный режим работы. Неотложное такси будет работать круглосуточно, перерывы только на время санитарной обработки салона. Финансировать работу перевозчика будет компания «РМК». В специальный фонд уже перечислено 30 миллионов рублей. Самая острая первая волна показала, что русская медная компания более 900 миллионов рублей направила на борьбу с ковидом. Поэтому, я думаю, помощь была и будет продолжаться. Искренне надеемся на то, что к нам присоединятся и другие представители крупного бизнеса. Договор между правительством области и сервисом такси заключен на месяц. Сейчас машины выводятся на линии поэтапно, по мере комплектации и защитным оборудованием. Полностью медицинский автопарк выйдет в рейсы уже в среду на этой неделе. Иван Абросимов, Павел Чащин, 31 канал. Подписывайтесь на мой канал.